шалом под потолком крутилась муха она шумно ворчала и говорила пусть расступятся невежды да разойдется чернь я сотрудничаю с лучшими журналами с лучшей прессой которая может быть я публицист я романист я я я и клопы тараканы вши расступались и зависливо смотрели на нее многие приглашали ее в гости ноги даже давали взаймы и муха чего на хвасталась своим вот таким вот высоким положением даже паук начал ее бояться что она где-то там наверху с богемой вот комарик он был как-то посмелее и он задал ей вопрос а какие вообще средства массовой информации с вами сотрудничать где вот вы публикуетесь она говорит у самых известных и в некоторых газетах даже я придают тон окраску и даже направление какие точно вот вещи вы пишете что вы освещаете рогать я веду особый отдел она указала на засиженный мухами газетный лист и было множество точек дамы и господа этот рассказ который я немножечко изменил буквально немножко написал антон палыч чехов было много лет тому назад но если вы спросите что изменилось ничего сегодня есть много мух которые крутятся вокруг нас они обычно одеты как франты они обычно любят говорить с какими людьми они знакомы они входят доверие им даже одалживают деньги но если потом человек копнет он видит что от этого человека раздит вот этими точками о которых было рассказано в рассказе многие как вши как вот эти жучки начинают уважать ценить и иногда даже за счастье рядом с таким человеком который где-то там находится постоять рядом сами того не зная насколько вот эта связь и близость она компрометирует нас иногда мы как тот паук хотим скрыться за паутиной и боимся еще вчерашних маленьких плюгавеньких людишек которые сегодня вдруг стоят рядом с великими этого мира есть комар кто раздает вопрос прямой а вот в каких книгах или там в каких где что в чем вы участвуете я сразу вспоминаю выражение наших мудрецов хабдеу выхождеу уважай его и подозреваем под словом подозревай конечно же не кроется что-то крамольное негативное тут нет запаха тайной охранки и нужно выуживать и так далее просто каждый человек по-своему он вероломен и и нельзя подпускать такого рода людей у нас нет времени падать в какую-то ловушку и потом не знать как выкарабкаться оттуда вопрос никогда не может мешать но наша с вами культура и воспитание иногда противоречит здравому смыслу потому что по здравому смыслу ты можешь спросить нового появившегося человека или человека который выдает себя может быть и не выдает мы не знаем за кого-то но в любом случае вопрос еще никогда никому не мешал поэтому наши мудрецы говорят уважай его обратить внимание уважать это важная вещь мы не принимаем каждого человека в штыки сразу кто ты что ты но мы обязаны всегда задать вопрос какое-то подтверждение вашим словам это можно задать в какой-то легкой форме мягкой и вы знаете в современном мире постоянное стремление прославиться показать тебя там выставить в интернете какую-то ну идиотскую ситуацию где человек не пренебрегает не какими-то нецензурными выражениями какими-то может быть вульгарными вещами и вот это вот желание прославиться невзирая на собственное унижение просто невозможно понять я обычно не критикую я могу понять каждого человека от себя но просто хочется пожелать ребята выходите в люди прославьтесь но постарайтесь при этом сделать что-то необычное что-то прекрасное которое оставит у людей а вас впечатление как нормальных людях а не о мухах которые оставляют точки на насиженных газетных листах шалом шалом